Девушки отдыхают Комната, в которой девочка жила с рождения, вдруг стала непригодна для жизни, а бабушка и дедушка – выжившие из ума старики, опасные для ребенка. Я сейчас работаю уборщицей, получаю 22 тысячи рублей. Не перебивайте, пожалуйста, дайте мне сказать, вы, по-моему, уже достаточно делать на делове. Говори, говори, говори. Что делать, если родители ведут аморальный образ жизни и от этого страдают дети? Дед из любви к внуку решил пойти официальным путем и сообщить о ситуации в органы опеки. Что теперь будет с ребенком, решит суд. Это женщина, она на протяжении многих лет разрушала нашу семью. Ваша честь, простите меня, ну что там было разрушать? Давайте поговорим о наследстве. Извините, пожалуйста. Женщина родила ребенка от своего любовника, который впоследствии умер. Несмотря на щекотливую ситуацию, мать решила отсудить для своего сына часть квартиры покойного, где проживает его законная вдова и дети. Истец Юрий Куренков предъявляет иск об определении жительства несовершеннолетней дочери с отцом. Ответчик Тамара Куренкова с иском не согласна. Считает, что дочь должна жить с матерью. Слушается дело Куренкова Юрия Викторовича об определении места жительства несовершеннолетней дочери совместно с отцом. Ответчиком у нас является Куренкова Тамара Семеновна. У нас также в порядке статьи 46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации присутствуют представители органов опеки и попечительства, которые должны давать заключение по существу дела. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я прошу. Знаете, так случилось. Полтора года назад мы с Тамарой развелись. Я женился вторично. Мы полгода назад приобрели квартиру трехкомнатную, 97 квадратных метров, в то время как моя дочка Маша сейчас живет в крайне стесненных, скажем так, обстоятельствах. Дело в том, что они вместе с моей бывшей женой, с Тамарой, живут на 10 квадратных метрах в трехкомнатной квартире. Но 10 метров квадратных для семилетнего ребенка, который вот-вот пойдет в школу, это очень мало, согласитесь. Больше половины кровать занимает. Не стола поставить. Для нормального развития ребенка нет места, я считаю. В двух других комнатах живут два престарелых человека. Вообще-то теоретические протестации. Подождите, ответьте. Они, знаете, 30 лет назад развелись, но так и не разъехались. Все под одной крышей живут. С ночным по 70 лет старый человек инсульт перенес. И, знаете, очень любят материться, очень так художественно выражается. А вы так почему это хорошо знаете-то, скажите? Ну, мы же жили, жили под одной крышей все. А на что, это у вас квартира коммунальная? Нет, это квартира не коммунальная. Просто, значит, мы занимали эту квартиру, вот 10 квадратов, это мы жили вот с Тамарой, нашей семьей. А эту квартиру занимают мои родители. Отцу уже 70 лет. Он перенес инсульт. Характер резко после этого испортился. Он любитель такого нецензурного художественного слова. Часто они обозреваются. Как-то у вас такое словосочетание, очень интересное, нецензурного художественного слова. Ну, материться. Любить поматериться. В общем, переулки, да. Они часто не на кухне, а встречаются вот в коридоре бывшие муж и бывшая жена. Простите, определить место жительства ребенка, потому что ваш папа нецензурно-художественно выражается? Ну, и это тоже, это тоже немаловажно. Это тоже немаловажно. Во-вторых, значит, в этой квартире Тамара имеет седьмую часть всего лишь. А квартира это 49 квадратных метров. Это старенькая-старенькая квартирка, хрущевка. Вот. И каждый имеет по одной части, то есть одной седьмой. Там, значит, прописано не только, вот Тамара, значит, не только я имею эту самую долю, но, естественно, отец и мать, значит, и его брат отца, и сын еще у нас есть. Он уже большой, взрослый, живет отдельно. А квартира, она что, приватизирована? Приватизированная квартира, да. И была приватизирована на всех? Да, на всех, на всех, в равных частях, в равных долях, это одна седьмая получается. Вот, значит, и ребенку там, ну, практически негде развернуться. А потом, сейчас родители уже старенькие, матушка уже, ну, и заговариваться начинает, и забывать часто, что-то и чайник забывала, сожгла уже пару чайников. Просто оставаться ребенку, я считаю, там и опасно. Еще хотел бы добавить, профессия у Тамары довольно сложная, риэлтор. Почему тебе не нравится моя профессия? Нет, замечательная профессия, просто я говорю, в каждой профессии есть свои сложности, правильно? То есть звонок, она вскочила, улетела там на показ, на встречу, квартиры показывать, а с ребенком остаются мои престарелые родители. Вы платите алименты? Я плачу за квартплату, за все коммунальные услуги, плюс музыкальная школа ребенку. А алименты? Не поняла, подождите, а при чем тут это? Вы в том числе из родителей платите? Да, я за всех плачу. Ну, хорошо. Значит, фактически ответчик занимается тем, что материально содержит ребенка. Если что-то нужно, вот это крупное... Нет, доказывайте. Суд – это то место, где доказывают. Вот. Доказывайте. Вы можете доказать мне письменно? Я, конечно, не собирал, ваше честь. А вы как принимаете участие в воспитании ребенка? В выходные мы с нею встречаемся, ходим в театр, в цирк, в кино, в парке гуляем, мороженое едим. То есть ответчик не чинит вам препятствия в общении с ребенком? Ну как, с неохотой, но не чинит. Не чинит препятствия в общении с ребенком. Нет, это я не могу сказать. Это уже у нас воскресный папа. Ответчик, ответчик. Ну, получается так. Пожалуйста, я вас слушаю. Ваше честь, я категорически против, чтобы моя дочка проживала с моим бывшим мужем. Дело в том, что у нас, да, у нас маленькая квартира, но достаточно приличные условия проживания. У девочки все есть, и она играть может, у нее комната есть, и условия для последующей учебы есть. Ну какая у нее комната? А ты в этой комнате, между прочим, со мной 25 лет прожила. Все правильно. И ничего ты не жаловываешь. Все правильно. Все правильно. Все правильно говоришь. Но какая комната? Десять квадратов. Давай ты не будешь меня перебивать сейчас. Хорошо, извините. Да, десять квадратов. Но на этих десяти квадратах ребенок себя прекрасно чувствует и находится в хорошей энергетике с своей матерью. И, между прочим, с твоими родителями. С родителями, с мамой и с папой с твоими. Вы, родители, у меня замечательные люди. И они очень ее любят и всячески стараются, чтобы ей было хорошо. А ребенка, Ваша честь, я содержу сама практически, потому что я заработаю. А скажите, а вот опасения истец, опасения истца в отношении того, что как он считает, что, так сказать, мама уже не очень там может следить за своей памятью, а папа вот любит выражаться так. Ну, это факт, что она спалила уже пару чайников, это факт, это может быть пожар. Да, Ваша честь, да, и без спора наши родители стареют, и, конечно, они становятся слабее, слабее, нужно за ними ухаживать. И я все это понимаю и принимаю. А вот что касается истца, он своих родителей даже за людей не считает. Вот видите, как он о них говорит. Так, мне свидетельство о расторжении брака и свидетельство о рождении ребенка. Истец, у вас новая семья? Да? Вы хотите определить место жительства с вашей новой семьей? Да, да, обязательно. Обязательно. Знаете, это будет лучше для ребенка. А Ваша супруга на это согласна? Да, моя супруга на это согласна. А почему она тогда не присутствует здесь в зале судебного заседания? С какой стати я должна вам верить? Не потому, что я в принципе вам не верю, а я в данной ситуации, я ставлю под сомнение ваши слова, что ваша супруга согласна. Моя супруга согласна, согласна, значит, документальное подтверждение нет. Единственное, что я хочу сказать. Вот я сказал, что мы полгода назад купили квартиру в трехкомнатной. Это вы мне можете подтвердить. Это я могу подтвердить. Давайте подтверждать. Документально подтверждайте. Подтверждаю, что половина моя. Половина моя. Это если про документы говорить. А так пару раз они виделись с моей дочкой. А свидетель, у вас детей общих нет? Нет, нет общих детей нет. Пожалуйста, прошу вас. Ваша честь, вы знаете, вот в этой ситуации мы долго вообще думали, какое принять решение. И все-таки, вот видите, я встала на сторону ИССА по той причине, что обследовав условия проживания, вот, ответчика ИССА, ну, мы, конечно, увидели, что у нашего ИССА условия проживания там действительно хорошие. Для девочек там... Вопрос у меня к вам. Истец работает? Да, работает. Кто будет заниматься ребенок? Дело в том, что, насколько вот мне удалось выяснить, истец сейчас работает, а его жена, она не работает. То есть вы хотите сейчас от живой мамы взять ребенка, передать незнакомой тете, извините, я это в кавычках, при том, что отец будет работать. Я пытаюсь вам изложить наше основание. Значит, только комната, а у нас ответчик, она одна единственная, которая проживает в комнате 10 метров, вот она одна. А так, если внимательно посмотреть везде, то люди живут в хоровах, как минимум. Нет, конечно, но дело в том, что мы еще учли то обстоятельство, что в квартире находятся очень больные, престарелые люди, страдающие старческой деменцией. Да, докажите. Есть документы. Давайте. Есть медицинские документы, пожалуйста, вот я могу вам сейчас тут справочку предоставить. И вот акты обследования тоже. Нет, акты обследования, понятно. Давайте посмотрим с вами документы. Это не документы, акты обследования, это не документы. Дайте мне выписку из медицинской карты. Есть, что вы мне дали заключение, предположительно может страдать старческой деменцией. Есть выписка из медицинской карты? Я вообще эти медицинские справки у них сама видела, потому что я их посещала. Но, к сожалению, мы их сейчас представить не можем. Посмотрели и запомнили. Ну, такие вещи как бы мы понимаем. Все, что вы мне сейчас пытаетесь сказать, что у истца лучше жилищное условие. И я с вами готова согласиться. Безусловно, лучше. Но ответчик самостоятельно занимается воспитанием ребенка. Да, в этом я с вами согласна. Она не препятствует истцу во встречах, она не препятствует истцу в общении с ребенком. Если бы была иная ситуация, что истец бы доказывал, что ответчик не дает общаться с ребенком, я бы тогда готова была рассматривать этот вопрос. Нет этого. Пожалуйста. Вы хотите заниматься воспитанием ребенка? Занимайтесь. Вы хотите общаться? Общайтесь. Есть претензии к маме? К ее моральному облику? К ее характеристике с места работы? К ее образу жизни? Нет, значит, у нас оказывается, оказывается, ребенка надо переселить, потому что ответчик провинилась, что у истца престарелые родители. Вы знаете, чисто по-человечески я на стороне матери. И еще ответчик за это, еще за ними ухаживает. А естественно, будет говорить, какие они, в каком состоянии. А вы мне тут будете сказки рассказывать про медицинские заключения. Сказки рассказали, к заключению не приложили. Значит, тогда это сказки. Согласна. А что, отец, это родитель второго сорта, я тоже не имею своих прав. Нет, ничего подобного. Ты вообще не хотел рождения нашей дочери, ты вспомни. Вам кто-то не дает с ребенком общаться? Пусть он у меня живет, пусть я живет. Почему? Я тоже не буду препятствовать. Ваш дочери не хотел, чтобы наша дочь... У нас в ней прекрасное отношение. Ударяйся для принятия решения. Далее в программе. Я сейчас работаю уборщицей, получаю 22 тысячи рублей. Я прям министр, ты устроилась на работу. Не перебивайте, пожалуйста, дайте мне сказать. Вы, по-моему, уже достаточно наделали. Говори, говори, говори. Что делать, если родители ведут аморальный образ жизни, и от этого страдают дети? Дед из любви к внуху решил пойти официальным путем и сообщить о ситуации в органы опеки. Что теперь будет с ребенком, решит суд. Эта женщина, она на протяжении многих лет разрушала нашу семью. Ваша честь, простите меня, но что там было разрушать? Давайте поговорим о наследстве. Извините, пожалуйста. Вдова поражена наглостью любовницы своего мужа. Та не только получила от женатого мужчины в дар квартиру, но и после его смерти решила потеснить его семью. Удастся ли в суде умерить аппетит аморальной особы? Суд, заслушав исковые требования, со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, а также ознакомившись с заключением представителей органов опеки и попечительства, определяет место жительства несовершеннолетнего ребенка по месту жительства матери и, соответственно, в исковых требованиях об определении места жительства ребенка совместно с отцом отказывает. Суд определяет место жительства малолетнего ребенка по месту жительства матери, потому что малолетний ребенок в большей степени нуждается в материнской ласке, внимании и заботе. При разрешении данного спора суд учел привязанность девочки к матери, а также совместно к проживающей с девочкой дедушке и бабушке. Также суд учел, что до момента распада семьи отец не уделял девочке необходимого ребенку внимания, что привело к отсутствию душевной близости между девочкой и отцом. Изменение привычных условий жизни, то есть тех, которые на сегодняшний день существуют у ребенка, может стать психологической травмой для малолетней девочки и иметь неблагоприятные последствия для ее дальнейшего развития. Сам факт преимущественного материального положения и наличие лучших жилищных условий у отца ребенка не может являться определяющим условием для определения места жительства ребенка по месту жительства отца. При изложении всех данных обстоятельств и изучении всех данных обстоятельств суд исходил исключительно из интересов ребенка и определяет место жительства девочки по месту жительства матери. В данной ситуации суд хотел бы еще раз подчеркнуть, это в адрес истца, что определение места жительства ребенка с мамой не лишает вас прав на том, что вы будете участвовать в воспитании ребенка, а также в общении ребенка с вами. Если со стороны ответчика такое в общении будут чиниться препятствия, вы будете иметь право обратиться за судебной защитой и устанавливать график общения, который должен сторонами будет полностью соблюдаться. Ответчик, вам понятно решение суда? Органы опеки, вам понятно решение суда? Суд согласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Я же вам сказала, что вы проиграете. И слава богу. Решение суда. Выски отказать. Я буду обжаловать это решение. Я постараюсь доказать, собрать доказательства свидетелей, что я воспитанием дочери своей занимался. И вообще это неправильно. Я имею такие же права на своего ребенка, как и моя бывшая жена. Я считаю решение суда абсолютно справедливым. Моя девочка осталась со мной, моя Машенька с мамой. И дело в том, что он, Юрий, он даже не хотел рождения дочки. И теперь претендует на ее воспитание. Ну что же это за безобразие такое? Истец Николай Коновалов предъявляет иск к органам опеки и попечительства, требует отменить решение, нарушающее его права. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, иск не признает. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Слушается дело Коновалова Николая Степановича с исковыми требованиями к органу опеки и попечительства об отмене ранее вынесенного решения, по которому ИСУ было отказано в установлении опекунства. Пожалуйста, Истец, обоснуйте ваши исковые требования. Уважаемый суд, ваша честь, я подавал исковое заявление на органы опеки и попечительства, потому что они меня лишили законного права быть попечителем у своего любимого внука, которому 5 лет. Ребенок так настрадался за эти 5 лет, вы даже не поверите, ваша честь, что родители ему достались непутевые. Сын мой вырос, мы столько с матерью-покойницей уложили сил, чтобы его воспитать нормальным, хорошим человеком, а вырос из него, потому что у нас одни бандиты там были во дворе, жили, вырос пьяница, дебошир, привозит какую-то шалаву, говорит, это Ира, моя жена. Ну и думаю, я сразу не раскусил, что она его как бы окрутила, обженила на себе. Свадьба, я им свою квартиру двухкомнатную отдаю, отдаю, значит, сам к матери больной своей переселяюсь в однокомнатную. Ну думаю, живите счастливо. Родился сыночек, значит, вот Ванечка-то мой внук, да, вот, думаю, ну все, наконец-то стали райские дни, сейчас они будут жить, любить и там не будут пить. А они вместе как? Начали пить, гулять. Тут звонят соседи и говорят, быстро приезжайте, потому что два дня идет гульба, вот, и ребенок уже сутки плачет, там задыхается. Я приезжаю, все это заснял на мобильной, вот, естественно, разругался с ними, вот, и к себе ребенка. А потом это стало повторяться еженедельно, вот, и я забирал к себе. А потом и вообще практически Ванечка переселился к нам, значит, на воспитание, да. Я и думаю, чего я, это, да, давай-ка я, значит, напишу заявление в органы опеки, это, чтобы мне стать попечителем. Простите, то есть сейчас ребенок у вас живет? На данный момент ребенок со своей матерью проживает? На данный момент я отдался скандалам, но она забрала вроде как все. Но сколько он по времени у вас проживал? Два с половиной года практически он, значит, то этот, а потом год вообще практически он у меня. А родители как-то материально содержали, помогали? Да что вы, что вы, ваша честь, вот. Но ни мама, ни папа родительских прав не лишены. Ну, не лишены, хотят лишить, вот. А кто хочет лишить? Органы опеки, естественно. Это не так, нет. Вот, они же, я вообще не понял их объяснение, понимаете? Они, вот у вас там условия и все прочее, да, нету. Ну, у меня, я работаю сторожем, получаю 25 тысяч. У матери, значит, моей вот 89 лет, да, вот она, правда, там лежит, больная вся, да, ну, у ней 12 пенсия, вот. Сад-огород у нас, все свеженькое, овощи, фрукты и все прочее, вот, да. Ну, и думаю, как, ну, попечителю, там, значит, я буду получать на ребенка пенсию какую-то, вот, да, вот. Что все ребенку помощь, все, вот. Там и учеба скоро пойдет и все прочее, вот. То есть, чтобы воспитать его нормально. Подождите, естественно, вы хотите, вот, как бы требуя установления, признания вас опекуном, вы рассматриваете это как заключение договора, да, потому что у нас есть бесплатное выполнение функции опекуна, а есть платное выполнение функции. Ну, естественно, надо же ребенку тоже как-то, чтобы помогать, вот, во всех отношениях. Я хочу, чтобы он вырос не как мой Никола, там, этот. А сын-то сейчас ваш где? А? Сын где ваш? Не знаю. Вот пропал где-то, уже месяца нет, может, работает, может, чего-то решит. Так, пожалуйста, ответчик. Ваша честь, дело в том, что мы понимаем Николая Степановича, да, любящий дедушка, заботливый, переживает своего внука Ванечку, все прекрасно понимаем. Но у нас есть для этого, для отказа были веские основания. Во-первых, в данный момент Иван проживает со своей матерью, квартира двухкомнатная, 42 квадратных метра. У истца, он проживает в однушке с лежачей мамой, у мамы было инсульт, вот, то есть маленькая квартира, 25 квадратных метров. То есть по жилплощади мы даже по этому основанию, мы не имеем права из-за лучших условий, в худшие условия ребеночка отдавать. Вот, но это не самое главное. Дело в том, что почему-то он считает, что мы собираемся ребенка в детдом отправить. Это неправда. Данный случай как раз-таки такой, что мы помогаем этой женщине, помогаем его снохе. Избавиться от пьянства. Ваш чест, они помогают стать ребенку сиротой. Сын исчез, мама готова ради ребенка исправиться. Она устроилась на работу, она сделала в квартире ремонт, понимаете. То есть в данный момент... Там еще бордель устроили. И ребенок очень любит свою маму, он любит дедушку, любит свою маму. То есть мы в данном случае не нарушили права, уважаем Николая Степановича никоим образом. Вот, мы помогаем этой семье сохраниться. И вы пришли к заключению, что в данном случае установление опекунства нецелесообразно. А что у нас обязательно опекаемый должен проживать совместно с опекуном? Опекун не может на расстоянии выполнять свои обязанности? Дело в том, что из поведения Николая Степановича, он считал, что этот документ даст ему право забрать ребенка совсем к себе. Мы им объясняем, что вы можете заниматься ребенком таким же образом. То есть, естественно, вы понимаете судебное решение, как возможность вообще забрать к себе внука? Ну, это был бы идеальный вариант. Идеальный вариант. Но я уже готов на все. Будьте добры, пожалуйста, ваше заключение. Вы свидетели, у вас свидетели заявлены. У меня тоже все тут справки, все собраны. Да, пожалуйста, через судебный пристав. Передайте, пожалуйста. Канавалов Рина Синдровна. Вот тут даже свидетельство о рождении Ванечкина, вот, копия. Вот, возьмите все вот тут. Вот и заявление, все, что я давал, вот. Будьте добры, пожалуйста. Свидетели со стороны ответчика пригласите в судебное заседание. Свидетели ответчика, войдите. Вот она, красавица, пришла. Ирина Синдровна, пожалуйста, из Сарии, проходите. Мать называется. Одно слово. Только. Скажите, пожалуйста, а почему вы определяете маму ребенка как свидетеля? Ну, сейчас ребенок проживает с мамой. Почему она у вас как свидетель выступает? Так, тогда суд, посовещавшись на месте сам с собой, выносит протокольное, не улыбайтесь, это на самом деле такая формулировка, выносит протокольное определение в отношении вашей фамилии и имя отчества? Я Коновалова Ирина Петровна. В отношении Коноваловой Ирины Петровны о том, что она в данном судебном заседании привлекается в качестве третьего лица без самостоятельных исковых требований. Процессуальное положение третьего лица без самостоятельных исковых требований означает, что принимаемое судом решение может затрагивать интересы именно конкретно третьего лица. Поэтому для того, чтобы принимаемое судебное решение носило законный характер и не затрагивало интересы, третье лицо наделяется в судебном заседании соответствующими правами и обязанностями. В том числе заявлять соответствующее ходатайство, участвовать в исследовании доказательств, возражать против заявленных исковых требований. Поэтому, пожалуйста, ваш статус изменен на сегодняшний день и процессуальное положение определено в качестве третьего лица. В качестве третьего лица вы возражаете против заявленных исковых требований или нет? Да, я возражаю. Ваша честь, я хочу вернуть своего ребенка. Дело в том, что я как бы сама детдомовская, вот, и я не хочу... Подождите, никто не говорит о том, что истец будет отбирать ребенка. Никто не говорит о том, что его будут отдавать в детский дом. С чего вы это взяли? Ну, просто дело в том, что Николай Степанович, он все затеял, и он не хочет, чтобы ребенок жил со мной. Он хочет его забрать себе, потому что считает то, что я пью, гуляю, то, что я вожу друзей. Он вообще меня матом кроет, он меня шлюхой называет. А ваша честь, да, это было. Это было. Подождите, истец. Это все было, я признаю, да, я считаю себя виноватой. Но дело в том, что я сейчас пытаюсь исправиться. Вы понимаете, я сейчас пошла на работу, устроилась. Я сейчас работаю уборщицей в оздоровительном комплексе, получаю 22 тысячи рублей. Я прям министром ты устроилась на работу. Не перебивайте, пожалуйста, дайте мне сказать. Вы, по-моему, уже достаточно наделали. Говори, 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 говори. Я 22 тысячи рублей получаю. Потом от государства мне дали эту комнату. Я сейчас раньше ее сдавал, чтобы хоть какие-то деньги были. Сейчас я, чтобы там с Ваней жить, начала ремонт делать. Правильно вообще, чтобы новый бордель открыть. Вы бы, Николай Степанович, лучше бы помолчали. Лучше бы помогли своему сыну, Коле. Да ты его до такой степени довела, что я думал, кому квартиру ключевую вам отдал. Николай Степанович. Они по-человечески там жили. А она довела его до того, что до ручки, что уже месяц пропал и нет. Подождите, куда квартира-то делась? Я же не могу в его квартире-то жить, потому что он мне в жизни не дает. Подождите, да и сестра в другом месте живет. Это что, квартира пустая стоит? Сейчас я живу там, в этой квартире. Но у меня есть еще комната от государства. Она пытается объяснить, что если Коля вернется к своим, вернется к семью и будет снова дебоширить пьянки-гулянки, то чтобы ребенка не забрали мы, чтобы все было хорошо, она в эту комнату в маленькую свою переедет. Запасной вариант. Да. Ой. Чудеса. То есть она готова на все, Ирина Петровна, чтобы ребенок остался с ней. Оставьте мне сына. И, в принципе, два любящих человека могли бы договориться. Но почему о них не получается, я не могу это понять. И я вот и говорю Николаю Степановичу. Мы пытаемся поговорить с Николаем Степановичем. А он меня с первых дней возненавидел. Ой, я к нему и так, и этак, а он все, меня обзывает. Да ты так и этак, когда мужиков приглашаешь в этот вот... Истец, истец. Было дело, да, не спорю, ну а что? Если мы отдадим под опеку по договору Николая Степановича, мы очень переживаем, что потом вот они будут через суд его взымать друг у друга, отбирать. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Это женщина. Она на протяжении многих лет разрушала нашу стимбюр. Ваша честь, простите меня, ну что там было разрушать? Давайте поговорим о наследстве. Извините, пожалуйста. Женщина родила ребенка от своего любовника, который впоследствии умер. Несмотря на щекотливую ситуацию, мать решила отсудить для своего сына часть квартиры покойного, где проживает его законная вдова и дети. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, Коновалова Николая К. Степановича, к представителям органов опеки и попечительства об обжаловании ранее принятого решения органов опеки в отказе об установлении со стороны истца опеки в отношении несовершеннолетнего внука суд и оставляет без удовлетворения. Суд разъясняет истцу, что опека и попечительство устанавливается над детьми, оставшимися без попечения родителей в целях содержания, воспитания и образования, а также для защиты прав и интересов. В данном случае опека устанавливается над детьми, не достигшими 14-летнего возраста в соответствии с правилами пункта 1 ст. 121 и 145 Семейного кодекса Российской Федерации. В настоящее время родители мальчика родительских прав не лишены. То есть говорить о том, что ребенок в полном объеме остался без попечения родителей, мы с вами не можем. Поэтому формальных оснований для установления опеки в данном конкретном случае не имеется. Суд также принимал решение, исходя из тех заключений, которые были представлены органами опеки и попечительства. В них конкретно указывается о том, что ребенку по всем показателям наиболее благоприятно и комфортно будет оставаться проживать совместно с мамой. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Ну, врачи, я все равно, если она загуляет, буду подавать высшие инстанции. Буду подавать, я буду за вами очень строго следить. Решение суда. В иске отказать. Я буду следить за этой семейкой очень строго. И если продолжатся пьянки и гулянки, я добьюсь своего. Возьму опекотства. Два любящих человека переживают за судьбу своего мальчика. Хочу, чтобы они помирились, нашли общий язык, и, возможно, тогда они не будут спорить в этом суде. Мы за то, чтобы была любовь, а не ненависть. Как ты любил сначала меня, потом ты любил ее? Тебя я не любил, я любил твою мать. Мы за то, чтобы дети смеялись, а не плакали. Когда забрали ребеночка из семьи, два дня он лежал без еды, без питья, возле мам, которая была в обломке. Мы забрали его на грани жизни и смерти. Мы за то, чтобы ваше имущество не делилось, а приумножалось. Как только стало известно ответчику, что у меня есть сын, она сразу побежала продавать все имущество, чтобы этому ребенку ничего не досталось. Если что-то грозит вашему благополучию, звоните в нашу бесплатную юридическую консультацию. Профессиональные юристы помогут вам своим советом. Истец Наталья Власова предъявляет иск о признании за своим сыном право собственности в порядке наследования на часть квартиры его отца. Ответчик иск не признает и выдвигает встречный иск о включении квартиры любовницы мужа в наследственную массу. Слушается дело Власовой Натальи Сергеевны, которая представляет интересы своего несовершеннолетнего сына о признании права собственности в порядке наследования по закону на часть имущества, принадлежащего умершему отцу ребенка. Ответчиком у нас является Максимова Ольга Викторовна, которой было заявлено встречные исковые требования о включении в наследственную массу квартиры, в которой в настоящий момент проживает истец. Так, пожалуйста, истец, вы поддерживаете ваши исковые требования? Да, Ваша честь. Ваша честь, я представляю здесь интересы своего несовершеннолетнего сына и прошу признать за ним право собственности на имущество в порядке наследования по закону. Пять месяцев назад скончался внезапно мой любимый человек. Ее любимый человек. Мы с ним прожили 10 лет и от союза с ним... Простите, пожалуйста, что такое прожили? Что вы имеете в виду? Ваша честь, мы на протяжении 10 лет с ним регулярно встречались и состояли в близких отношениях как мужчина с женщиной. Жил он со мной. Ваша честь, у нас от этой любви родился прекрасный 7-летний ребенок. Сейчас ему 7 лет. И каждый год мы собирались пожениться с моим возлюбленным. Но внезапно мой возлюбленный скончался. Я осталась одна с малолетним 7-летним ребенком, сыном. И сейчас я прошу удовлетворить мой иск. Я считаю, что по закону, а мой возлюбленный признал его на законных основаниях, дал ему свою фамилию, он прописан в свидетельстве о рождении ребенка. И я считаю, что мой ребенок теперь имеет право на часть наследства по закону. Понятно. На какую часть, скажите, пожалуйста? Ну, у Олега, моего любимого мужчины, была двухкомнатная квартира. И одна четверть... Что значит была? Ну, она и есть, да. Она и есть. Это квартира, в которой сейчас проживает ответчица. Да, это моя квартира. Я знаю, что она в долях. Она разделена по долям, эта квартира. И я считаю, что мой ребенок может претендовать на одну четвертую часть. А почему четвертую? Ну, потому что она поделена на четыре части. Я вам объясню. И мой возлюбленный, он... Одна четвертая. Одна четвертая. А в данной ситуации ответчик не является такой же наследницей, как ваш сын? Да, я вас поняла. То есть там будет какая-то часть от одной четверти. Вот так будет точнее. Какая-то часть от одной четверти. То есть признать наследникам первой очереди, произвести раздел между наследниками одной очереди. А правильно вас поняла? Абсолютно точно. Ответчик, ваше время. Спасибо, ваша честь. Вы знаете, я иск не признаю. Вот категорически. Вообще я хотела выдвинуть встречный иск о включении в долю наследования квартиры, в которой живет истец. Я считаю себя единственной законной наследницей. Я законная жена своего законного мужа. Ответчик, простите, пожалуйста, уточнение, чтобы я не запуталась в количестве наследников. У вас с вашим супругом дети вообще были? Да, ваша честь, я сейчас все расскажу вам. Сколько? Нет, не все. Двое детей у нас. Двое детей. Да, двое детей совместных. У меня есть все документы. А что вы говорите? Вы просите включить квартиру, в которой проживает истеца, в наследственную массу. И говорите, я единственная. То есть вы своих детей лишаете, что ли, нашей? Нет, безусловно, я выступаю как за них, а не за мной. Я просто от имени нашей семьи выступаю. Вот и я тоже за своего ребенка бьюсь, не за себя, ваша честь. А у меня двое от него, между прочим. И я прожила с ним 15 лет. Да, были ссоры, были счастливые моменты, но это наша семья. У тебя почти взрослый, а у меня крохотный. Извините, пожалуйста, ваша честь, эта женщина, она на протяжении многих лет разрушала нашу семью. Я давно уже себя не чувствую счастливой женой и счастливой женщиной. Ваша честь, простите меня, но что там было разрушать? Там уже много лет, давным-давно, ничего нет. Как мы жили, это наша семья. Это наша семья. Давайте поговорим о наследстве. Извините, пожалуйста. Опять же она хочет оттяпать жирный кусок. А что от нас оттяпывать? Я живу в двухкомнатной квартире, в старенькой хрущевке. Квартиру он имел в собственности. Мы ее получили в порядке приватизации, эту квартиру. Приватизировали в равных долях на всех членов нашей семьи. На меня, на мужа и на двух наших детей. И вот она, эту одну четверть моего мужа, хочет себе оттяпать. Не мне, а сыну. А что там оттяпывать? У нас комнатки две. 17 метров и 20. Мы вообще, дети, подростки, разнополые. Мы вообще друг у друга на головах стоим. Послушай, ну наследник, он законный. Ладно, я вообще, я вот даже не хочу говорить. Извините, Ваша честь. Вот у меня открылось новое обстоятельство, о котором я хочу вам сообщить. Я после смерти мужа, я разбирала его бумаги и нашла довольно любопытные документы. Оказывается, на моего мужа был оформлен банковский вклад. И на этом вкладе было 2,5 миллиона рублей. Я об этом вкладе ничего не знала. Это в то время было, когда наша семья перебивалась с копейки на копейку. Он говорил, что его маленький торговый бизнес буксует, не приносит никаких доходов. На дворе экономический кризис. Я бегала, подрабатывала. А он, оказывается, накопил деньги. Ладно, а еще более интересный и любопытный документ. Оказывается, есть договор о покупке квартиры на имя этой женщины. И он хранится у нас. Свидетельство о собственности? Нет, видимо, у нее это свидетельство. Действительно, у меня есть квартира. А договор хранится у меня в квартире. А скажите, пожалуйста, вы просите указанную квартиру, в котором не проживает, а собственником которого является истица, включить в наследственную массу, признать вас и ваших двоих детей наследниками первой очереди и произвести раздел как наследственного имущества, поскольку вы полагаете, что указанная квартира была приобретена, ее ваш супруг покойный приобрел за счет средств семейного бюджета? Да, совершенно верно. Договор банковского вклада, списание денег с договора банковского вклада соответствует по дате с договором купли квартиры. Ваша честь, какая связь между моей квартирой и деньгами, которые были у них в семье? Я вообще не понимаю. Сказано, расчетный счет, на который поступили с банковского вклада деньги. Это расчетный счет покупки квартиры. Это деньги, приобретенные на наши деньги. Ответчик, у вас есть доказательства? Да, конечно, разочи честь. У меня есть банковская выписка, у меня есть договор купли-продажи квартиры, у меня есть выписка государственного реестра, что это жилье принадлежит ИСУ. Моя собственная квартира, все правильно. Я считаю, что квартира была куплена на деньги из нашего семейного бюджета. Ну так это ты считаешь. Это наш совместный бюджет. И он оплачивается... А у вас документы, подтверждающие осуществление платежа, есть? Да, безусловно. Вот банковская выписка, где указано, на какой счет переведены деньги. И в договоре обозначены эти реквизиты. Все совпадает. Поэтому я ее считаю... Через судебного пристава передайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. В договоре реквизиты, деньги. Это вот все мои документы. У Олега спроси, куда он делает эти деньги. Я знаю куда. И как тебе не стыдно? Мы живем, с копейки на копейку перебивались, а ты квартиру подавай. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что 1,30 с чем-то сантиметров, которые будет составлять наследственная доля, это будет защита интересов вашего ребенка? Конечно, да. Поясните мне суду, каким образом? Ну, это ведь все равно будет какая-то сумма. Я придумаю, на что ее потратить. Ну, какая сумма? Я ведь могу продать эту часть. 1,30 с чем-то квадратных сантиметров представляет сейчас такое понятие, как малозначительная доля. И в последнее время ситуация коренным образом изменилась, поскольку было введено правило, что малозначительная доля дает возможность быть зарегистрированным в квартире, но не дает автоматическую возможность проживания в этой квартире. Вы не сможете продать, у вас ее никто не будет покупать, по той одной единственной причине, что сейчас люди знают, что раньше они могли эту приобрести 1 метр, встать на регистрационный учет и портить жизнь всем остальным, кто проживает в этой квартире. Сейчас это прекратилось. У вас не будет покупателей. Ваша честь, но ведь все равно законам эту часть присудят моему сыну, правильно? И что? Что вы будете делать? Я придумаю, что я с ней сделаю пошли. А если я сейчас придумаю, признаю эту квартиру наследственной массой? Вашу? Ну, мне кажется, что все-таки за моим сыном должна быть признана какая-то часть. А если я сейчас вашу квартиру включу в наследственную массу и поделю ее? Вот-вот, правильно. Да. Ваша честь. Да. Прошу вас это сделать. А моя квартира, мне кажется, не имеет отношения к этому. У нас ответчик представил документы, что и средств семейного бюджета была принята. Приобретена квартира, хотя и зарегистрирована на ваше имя. Это будет являться единоличной собственностью покойного супруга-ответчика. И пойдет полностью к разделу на четверых. Я эту квартиру купила сама, для себя. Олег мне просто помогал оформлять документы. Вот и все. Документы говорят об обратном. Естественно, вы настаиваете на одном метре и тридцати сантиметрах. Да, я прошу признать мой иск. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Суд оглашает решения, принятые по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев встречные исковые требования, которые были заявлены ответчиком, заявленные истцом исковые требования о признании несовершеннолетнего сына истицы наследником первой очереди, суд считает необходимым удовлетворить. В удовлетворении встречных исковых требований о признании приобретенной нами и имя истицы квартиры собственности умершего, суд считает необходимым отказать. Истцом представлено доказательство того, что умерший признал себя отцом ребенка истицы, который в соответствии с правилами статьи 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации является наследником первой очереди, наряду с другими детьми умершего и его супругой. Наследственной долей умершего является 1 четвертая доля квартиры, которая была приобретена им в порядке приватизации. У умершего наследника 4 наследника первой очереди, жена и трое детей. Таким образом, доля каждого наследника первой очереди будет считаться равными, и составляет 1,16 доли. Суд не находит основания для признания квартиры истицы наследственной массы. Представленные документы подтверждают, что квартира зарегистрирована на имя истицы, то есть документально подтвержден переход права собственности по договору купли-продажи. Наличие оригинала договора у ответчика, а также банковская выписка, не являются в полной мере свидетельством того, что данные указанные денежные средства были непосредственно заплачены за указанную квартиру. Поэтому суд считает, что эту позицию вы не смогли доказать. Но, естественно, учтите, что ответчик ведь заявлял исковые требования встречные о признании включения в наследственную массу в отношении самой себя. А там еще два наследника первой очереди. Поэтому может состояться второй судебный процесс, где уже будет происходить признание этой квартиры наследственной массой в отношении защиты интересов двух несовершеннолетних наследников. Поэтому вам необходимо будет доказать, что эта квартира была приобретена за счет ваших денежных средств, а вам необходимо вот эту последнюю милю, если вы сможете, естественно. Суд догласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Во встречном иске отказать. На самом деле неважно, один метр я отсудила или два, главное, я выиграла, и я старалась не за себя, а за своего сына. И все получилось по закону и по справедливости. Я немного растеряна, не ожидала, что эта бесстыдная женщина что-то получит. Но я настроена решительно. Хочу воспользоваться рекомендацией судьи и подать иск к этой женщине, для того, чтобы мои дети наследовали часть ее квартиры. Прошу всех встать. Новые дела. Он меня изменил. Не изменял я тебя. Новые разбирательства. Да, конечно, отравил кто меня. Новые истцы. А что, отец это родитель второго сорта? И ответчики. Муж смертью своей опозорил меня, прям на ней вот умер вот. Мудрые судьи. Елена Дмитриева. Мне рассказы здесь не нужны, это касается денег. И Елена Кутьина. Да, у вас очень красивые глаза. Вам это не поможет. Очень жаль. Программы «Дела семейные». А меня как старую стиральную машинку. Раз, и за ворота, да? Давай ей миллион, и она уедет в Москву. Так можно дом продать. Мы хотим, чтобы нам вернули внука. По будням в 15.00 на телеканале «Мир». Редактор субтитров А.Семкин